Государственная поддержка для тех, кто стоит на защите Родины. О решении жилищного вопроса для военнослужащих сегодня шла речь у президента. Ситуацию здесь нужно улучшать. Хотя упрекнуть власть в игнорировании интересов государственных людей, военных, врачей, учителей точно нельзя. Александр Лукашенко еще раз напомнит обеспечить их, и особенно тех, кто в погонах квадратными метрами, приоритет жилищной политики. Правительство предлагает делать ставку на арендное жилье. Глава государства поручил рассмотреть возможность выкупа таких квартир военнослужащими. А отслужив в армии четверть века, белорусские военные смогут бесплатно получить арендное жилье в собственность. Нормативный акт подготовят до Нового года, где пропишут все нюансы. Такие подходы поддержаны. В общем, должен быть четкий механизм. А у людей, которые делают вклад в национальную безопасность, должна быть уверенность в завтрашнем дне. Это позиция нашего президента. Наталья Бриос подробнее. Настоящая мужская работа. Армейские будни и сладкой долей точно не назовешь. И в снег, и в зной, и в будни, и в праздники на страже безопасности и страны. И если приходят чаще по призыву, остаются скорее по зову души. Президент с военных требует строго, но и на запросы откликается четко. Один из насущных – квартирные. 33 тысячи тех, кто сегодня носит погоны, в очереди на улучшение жилищных условий. Военнослужащие, как и госслужащие, в какой-то степени врачи, учителя – это бюджетники, выполняющие важнейшие для страны функции. И они вправе рассчитывать на поддержку государства. Эти профессии выбирают не из-за больших зарплат, а по призванию. Зову сердца, исходя из высоких моральных принципов и патриотизма. По крайней мере, из этого надо исходить. Накопить на свою квартиру молодому специалисту в данных сферах невозможно. Если учителя могут где-то чего-то доработать, проработать, репетиторство и прочее, некоторые. Если врачи могут тоже где-то чего-то там подзаработать, то государственные служащие и люди в погонах в принципе не могут заниматься никаким там бизнесом, доработками, подзаработками. Поэтому господдержка, направленная на решение жилищного вопроса – это хорошая мотивация при выборе таких профессий. Конечно же, и трудиться человек будет усерднее, если будет уверен, что благодаря своей работе даст семье и детям крышу над головой. Словом, жилищный вопрос – вопрос наиважнейший. Поэтому обеспечение жильем бюджетников и особенно людей, стоящих на защите Беларуси, особенно в настоящее время, всегда будет в приоритете государственной жилищной политики. Я неоднократно подчеркивал, что многодетные люди в погонах – это наши первоочередники. Даже сверх первоочередники. Разговор про квадратные метры – это не только ведь про крышу над головой. Президент видит шире – это и про престиж военной службы, и про закрепление кадров, а в итоге – про укрепление нашей безопасности. Не зря же говорят – мой дом, моя крепость. Они – долг Родине, Родина старается отвечать взаимностью. Так что по жилью нужен четкий механизм. Механизм должен быть хорошо проработан всеми заинтересованными ведомствами. И предупреждаю, вот ведомственности в этом вопросе быть не должно. Никто не должен тянуть одеяло на себя. А вот тут принято решение наверху, сейчас всех обеспечим жильем. Кто вперед побежит, кто раньше добежит, тот больше и получит. Этого быть не должно. Поэтому здесь присутствуют премьер-министр, заместители, другие должностные лица, которые должны понимать, что экономика, ее суть в том, чтобы удерживать всегда балансы. То есть, если есть деньги, значит, есть на что их тратить. Если есть такое количество денег, значит, вот такое количество жилья мы можем построить. Если этих денег нет, в данном случае в бюджете, ну так и строить ничего не сможем. Вот баланс должен везде быть. То есть, квартиры военнослужащим не именем революции, но сделать максимум для людей этой сложной профессии, исходя из возможностей, нужно. Варианты и сегодня есть. Строить свой угол с господдержкой, снимать и получать компенсацию или платить за арендную квартиру с понижающим коэффициентом. Именно на арендных метрах обосновалась лейтенант Баканюк с дочкой в вооруженных силах больше двух десятилетий. Есть и такие женские истории в армии. Отслужила в 103-й мобильной бригаде. Год тому специалиста заметили в командовании и перевели в Минск. Начинать в другом городе всегда непросто, но тяготы военной службы не пугают, когда есть призвание и, знаешь, есть надежный тыл. Первое время мы с дочерью снимали жилье. За это я получала денежную компенсацию за наим жилого помещения. Спустя полгода я получила арендное жилье. Квартиру с отличным ремонтом и всеми удобствами. У меня военный отец, он служил в Афганистане. И по его стопам я решила тоже связать свою службу с вооруженными силами. Служба – это моя жизнь, моя мечта. Вызывает у меня гордость. Ситуацию с жильем для военных нужно улучшать. Президент считает, тот, кто каждый день делает свой вклад в национальную безопасность, должен быть уверен в будущем. И это справедливо. Арендное жилье, оно находится в собственности, в данном случае, вашего ведомства. Так государство фактически. Служишь – живи. Отслужил нужное количество лет. Допустим, 25 лет положено тебе служить. Ты отслужил – установившаяся практика. Государство должно заранее сказать, мы этому человеку после 25 лет, когда он уходит со службы, увольняется в запас, или еще по каким-то объективным причинам, мы ему бесплатно отдаем эту квартиру, жилье? Или же он там 3% должен уплатить? Или по остаточной стоимости? Думаю, что нам надо идти на это радикально. Я как-то по-народному говорил, я не могу посылать людей на гибель, на смерть, а военные мы люди в погонах. Что там говорить? Не дай бог война, случится чего-то, на нас нападут. Мы пойдем все. Военные это понимают. Человек хотя бы должен быть уверен, что дети, жена, семья, родители останутся в квартире, в доме. У них есть крыша над головой. Это не значит, что завтра война. Не надо никакого алармизма. Разговор не под это. Просто пример Александра Лукашенко на злобу дня. Ситуация с безопасностью вокруг ведь не расслабишься. Воевать по-прежнему никто не собирается. Оборона была и остается наше все. Это безобразие, когда военный человек отдает себя стране, неизвестно, что с ним будет завтра, мыкается там по городу или по стране в поисках какого-то угла для жизни. Но еще раз подчеркиваю, исходить мы должны и можем из наших возможностей. Все в основе экономики. Необходимо на законодательном уровне рассмотреть возможность, в том числе, выкупа такого жилья в собственности. Военнослужащие должны быть уверены, что после окончания службы, как я говорил, он будет обеспечен этим же жильем. Обсуждение было обстоятельным. В ход шли экономические и организационные аргументы. Цена вопроса для страны важна, но президенту еще важнее, чтобы те, кто нуждается и заслуживает, смог получить реальную поддержку. Правительство предлагает делать ставку именно на арендное жилье. И логика понятна, учитывая мобильность военных кадров. Сегодня в Минске, завтра в западном военном округе. Президент поддержал. Так простому человеку получается удобнее. Но настоял на сокращении изначально предлагаемого срока службы для передачи арендной квартиры в собственность. Мы пришли к пониманию того, что наиболее приемлемый вариант обеспечения жильем военнослужащих – это строительство арендного жилья с последующей передачей в собственность. Там обсуждались несколько вариантов через сколько лет. Вариант по поводу собственности – это 25 лет, календарный срок службы. И человек может принять решение, и это жилье арендное получить в собственность бесплатно. Вот этот основной посыл сегодня, который был одобрен. И исходить мы будем из этого. Будут подготовлены до 1 января нормативный акт, который будет этот механизм описывать, как передать в собственность жилье. Сегодня на арендное жилье претендует почти 10 тысяч людей в погонах. И это учли в расчетах по его строительству. Но к гадалке, не ходи желающих, прибавится. Будут реагировать. При этом действующий механизм господдержки при строительстве собственного жилья сохранится. В целом подходы правительства одобрены, уточнят до нового года. Разве что нюансы. Речь не идет о строительстве военных городков. Скорее всего, мы себя называем в правительстве это строительство квартир. То есть это означает, что квартиры для людей в погонах будут строиться в тех домах, где строится и для других категорий граждан жилье. Груз ответственности за передачу арендных метров в собственность ляжет на плечи силовых ведомств. Это здраво кадровым службам виднее, что и как. При этом важно не упустить идеологию момента. За стимулами службы все равно видеть суть. Работа на общую безопасность требует отдачи. Наталья Брелас, Алексей Мартиненок, Александр Камович и Александр Олешко. Агентство теленовостей.